Музыка Сегодня, 21 сентября 2017 года, мы стартуем этап автопробега Можайск-Москва вдоль берега Москвы-реки. Проблемы и перспективы региона. Пробег курируют две организации. Русское географическое общество, Московское областное отделение, и Общество охраны памятников истории и культуры, тоже Московское областное отделение. Также принимает участие общественное движение «Наш Звенигород». Об автопробеге по берегам Москвы-реки мы будем рассказывать не в соответствии с хронологией автопробега, а в соответствии с географическим принципом. То есть мы начнем с Верхови, начнем от города Можайска, стоящего на Москве-реке, и дальше по впадениям, по устьям значимых притоков будем передвигаться постепенно вниз по течению, вплоть до города Москвы, до Павшинской поймы. Сейчас мы едем в Можайск, в поселок Локотня. Можайск, в поселок Локотня. Мы находимся в начальной точке этапа автопробега Можайск-Москва. Начальная точка этапа Можайск-Звенигород. Встречают нас Можайские краеведы, члены географического общества. Вот что это за точка? Мы стоим на Москве-реке. Это выше Можайского водохранилища, ниже. Как это все происходит? Вот где Можайское водохранилище? Вот как это все связано? Мы стоим перед старым мостом. Это Москва-река, которая вытекает уже из-под плотины. Она здесь буквально в полукилометре. Плотина, которая создала Можайское водохранилище на Москве-реке. Место это очень интересное, старое, историческое. У него несколько названий. Марфин-брод одно из таких самых старых названий. И Москворецкая слобода. Еще также называется это место Нижний низ. Потому что здесь медико-инструментальный завод. Который был образован из фабрики Гюнтеля, мануфактуры. А вообще, вот есть очень красивая легенда о происхождении Марфина-брода. Но легенда, что некая Марфа, когда было нашествие Наполеона, завела войска Наполеона в брод, который на самом деле был не бродом. Там многие утонули. Но это вот наш вариант Ивана Сусанина. То есть это та самая вот Марфа, да? Марфа, которая завела войска Наполеона. Ну, свидетельств никаких, к сожалению, этому не найдено. Это просто красивая легенда. Ну, она бытует. У местных, наверное, я правильно говорю, Марфин-брод поэтому называется. Ну, Москворецкая слобода, это понятно почему. Москва-река. Водохранилище было создано, затоплено в 1962 году. Проектировать и строить начали где-то в 57-58 году. Еще в 1958. Это, собственно, водохранилище было построено для водоснабжения. Питьевого Москвы. В Москве не хватало воды. И вот это каскад был целых водохранилища. Русское, там, Азернинское. И в том числе Можайское водохранилище. Это, наверное, самое крайне западное из этой системы. Московских водохранилищ на Москве-реке. Водохранилище Можайское, называется море у местных жителей, да? Можайское водохранилище. Но оно и на карте-то, по-моему. Нет, на карте написано Можайское водохранилище. А местные почему-то называют, ну, нам всегда приятно, Можайское море. Но, во всем случае, риэлторы всегда в рекламе пишут участок на Можайском море. Да, на самом деле не все знают, но в момент затопления по этому водохранилищу ходили два настоящих корабля. Однопалубные катера класса море-озеро. Проект МО-42, 142. Правильно, да, Максим? МО-42 проект. Они ходили, и были маршруты. И на картах, на некоторых старых, отмеченный даже якорь, то есть пристань. Ну, это как бы пассажирские были или прогулочные? Пассажирские, да, пассажирские. Именно люди, так сказать, объезжали. Да, с одного берега на другой, чтобы не объезжать, они пересекали. То есть просто как вид транспорта. Да, вид транспорта был такой. Потом куда-то они делись, к сожалению, но фотографии остались. Такие красивые. Вполне серьезный катер такой, классный море-озеро. А старый мост, вот этот вот, он функционировал? Да, это старый мост, он, собственно, построен был на месте исторического, деревянного когда-то моста, средневекового даже. Ну, в более поздние времена, уже, наверное, здесь в Советске, судя по бетону. А за ним еще более новый мост. И вот сейчас дорога основная проходит там, трасса. А этот мост уже за ненадумностью частично разобран. Но пешеходная часть работает, люди ходят. И вот тут, что здесь местная жительница прошла, мост работает. А как туристический объект, он не работает? Не принято у вас сюда экскурсию приводить? Нет, приезжают, смотрят люди, да. Некоторые специально приезжают смотреть мост, и Марфинброд. А Марфинброд вообще-то какого времени поселение? Древняя? Или это уже советская история? Оно известно, по-моему, где-то с 17-18 века, мне кажется. Оно не очень древнее. А вообще-то история этого места очень интересная. Не все знают, наверное, что заводы Мальцева, Гусь-Крустальный, они как раз пошли отсюда, с этого места. Где-то здесь недалеко были первые заводы Акима Мальцева, который со товарищем создал здесь первый стекольный завод. И он успешно работал, собственно, и в Гусь-Крустале помнят об этой истории, что он начинался здесь. Но потом, по указу известному Екатерины, стали... То есть тогда уже заметили, что была физическая вырубка лесов. То есть стекольное производство, как вы понимаете, требовало большие затраты энергетические. И стали вырубать леса. И вот наши императоры тогда уже задумались, что нужно поберечь леса. И приказала Екатерина, по-моему, да, вынести все энергоемкие производства, да, стали медиплавильные, стекольные производства вынести за 120-130 верст от Москвы. И он оказался на границе. Тем не менее, этот завод Мальцева, его тоже вынудили перевезти. И он поехал туда, на восточную сторону Московской губернии. И там приискал какие-то места. Нашел, естественно, хорошую глину, подходящую песок, глину там. В общем, он перевез туда свои стекольные заводы. И сейчас они известны всем нам, как Гусь-Крустальный. А вот сама Москва-река, вот здесь вот она... Ну, даже не похоже, что она из водохранилища вытекает. Уровень примерно вот такой поддерживается. В связи, уровень вот здесь определяется сбросом водохранилища, да? Да, совершенно верно. Сбросом водохранилища, и это заслужило как бы добрую службу дальше всем. Потому что периодически, так же, как и у вас в Венигороде, при половоде мосты сносили. Сейчас это все репертует с этой площадной. Поэтому вот эти всякие проблемы, они ушли. Хотя, если честно, гидроузел, да, он входит в систему мост-водоканала. Он не очень сильно интересуется. Нет, конечно, они, не знаю, чтобы больших затоплений не было, но они больше руководствуются своими какими-то задачами регулировки воды. Но, в том числе, они как-то нормализовали здесь. И вот эти вот колебания, нежень, половодие, да, ледоход, они сейчас почти не беспокоят нас вообще. Ну да, мосты сносить перестало, но зато река стала заиливаться. Да. Самоочищение не происходит. Наверное, да. Связано, скорее всего, здесь стечение, наверное, уменьшилось. Я не большой специалист в этом, но существуют, наверное, и какие-то негативные факторы, которые не мешало бы здесь. Я помню, что последний большой сброс такой вот в половодье Сможевского водохранилища у нас вот через Звенигород проходил и 98-й, и 99-й год, когда прочистили русло. Все, так сказать, снова стала Москва-река в районе Звенигорода глубокой. А теперь вот после того, как появились коттеджные поселки, у нас вот под Звенигородом, и сюда в вашу сторону по Москве-реке, витро-кантри-клаб, например, вообще эти сбросы уже невозможные. Их просто снесет вместе с... Да, я помню, муссировалась в такой оппозиционной прессе, что это безудержное строительство на берегу, надо прекратить просто сбросом воды. И они все автоматически снесутся, да. Но... Все прочистится. Теперь уже, к сожалению, не придется сваливать на природу, потому что регулируется вот этой платилой. И найдут какого-нибудь крайнего, который нажал рубильник, кнопку нажал. Не получится снести таким образом. А мечтали. А вообще гидроузел вот как-то за санитарным состоянием сбрасываемой воды отслеживает его? Это очень независимая от местных властей организация. Мосводоканал. Долгое время Хроменков возглавлял эту организацию. Сейчас, естественно, не знаю кто. Может быть, даже он возглавляет. У них есть на гидроузеле своя лаборатория, которая проводит регулярно по истокам первой категории забор проб. И выше по течению. То есть они следят за качеством, уровнем воды. Есть небольшая лаборатория, они периодически делают заборы проб, измерения и реагируют на всякие изменения. Если кому-то здесь на месте это не понравится или не нравится, не хочется, то, в общем-то, поскольку структура принадлежит Мосводоканалу, они ведут себя достаточно независимо и более объективно делают анализы. Мы к ним частенько обращаемся, когда у нас возникают проблемы, как к более независимым аналитикам, источникам информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы с вами находимся на берегу Исконы, у ее впадения в Москву-реку, то есть устье. Искона – это приток Москвы-реки левый, первого порядка, очень древнее, как бы старое название Искона. Есть мнение, что Искона, Исконь, и, собственно, была на севере Можайского уезда волосы даже такая, Исконь называлась. Исконь, Баянь, такие красивые названия старинные. Вот, собственно, Искона берет начало сейчас с территории Варуамского района. Ну, проходит большая часть, 90%, наверное, течение Исконы по Можайскому району. И в нашем же районе впадает в Москву-реки левый приток. Искона – небольшая речка, очень красивые, живописные берега, как и все речки Среднерусской равнины, меандрируют. Ну, по ней ходят байдарки, байдарочные туристы, населенные пункты, как известно, в воды люди селились. И вот здесь, например, у Устья как раз, вот машина проезжает по тому берегу, по левому берегу. Вот на левом берегу, прямо у Устья, впадение в Москву-реки, известное место, селище было, городище, и потом там дача Маркеловых, известная среди краеведов название, дача. Оттуда происходит много интересных семей, в том числе семья Людоговских, священники. На живописном красивом берегу, недалеко от старинных курганов средневековых стоит вот такая историческая деревянная дача Маркеловых. Вот, собственно, этим интересно. А не так давно здесь провели федеральную линию большую, ЛЭФ. И, во всем этом, испортили, конечно, вид живописный, таким промышленным пейзажем. Ну, вот, что имеют, то имеют. Малов, а вообще вот какие-то фермы по берегам Исконы, сельское хозяйственное производство существует? Вот биологическое загрязнение происходит какое-то на Исконе? К сожалению, да. С развалом Советского Союза, как и везде, сельское хозяйство у нас пришло в упадок. Но, и, в общем-то, благодаря этому, конечно, знаете, многие реки очистили сами по себе через 10-15 лет. Природа восстановилась, и мы радовались. В Исконе раки появились и так далее. Но потом к нам пришел крупный холдинг, завод Остангинский мясокомбинат. И они построили как раз в верховьях Исконы на ручьях почти все фермы, 5-6 ферм крупных построили. Там десятки тысяч голов свиней содержат. И они используют некую, уверяют, что используют канадскую технологию, которая запахивает, сливают навоз на окружающие поля с запахиванием. К сожалению, технология не соблюдается, они просто сливают его, и все. И еще лет 8 назад был первый залповый выброс, когда попало в Искону, навоз попал, был замор рыб приличный, шум поднялся. Но особо никого не привлекли, к сожалению, к ответственности. Хотя, благодаря информационному вбросу такому, все-таки они стали осмотрительнее. И плюс сработала та самая лаборатория гидроузла, которая, в общем-то, достаточно независимая. Они делают вот здесь как раз у Устья и Исконы замеры. И они, когда обнаружили, они стали бить тревогу тоже по своим каналам. Собственно, это же питьевое водоснабжение Москвы. Ну да, попало в Искону, значит, попало в Москву. И благодаря этому, в общем-то, немножко приструнили. И сейчас ситуация как-то напоминает ситуацию с карасем и щукой. Эти, естественно, бизнес пытается как-то минимизировать свои издержки, упростить все технологию. Тем более, культура труда у нас невысокая. Мы не можем, к сожалению, выполнить те технологические нормы, которые предписывает канадская технология. Просто из-за низкой культуры труда. Из-за вот такого поведения бизнеса хищнического. Но их немножко за ними присматривает лаборатория гидроузла, инспекция специальная. И вот такая некая система сдержек и противовесов, что позволяет, по крайней мере, последние 5-6 лет крупных заморов не было. И, в общем-то, больших таких проблем, скандалов не было. Как-то там... Вообще, свиноводческое именно производство, это же агрессивное очень... Да. Это даже не мясомолочная там корова. Считается, что, как бы, принято считать, что свинной навоз один из самых таких, как бы, ядовитых, да, и агрессивных. И, в общем-то, показывают, да, поля там, как бы, вымирают все. Но, тем не менее, мне приходилось видеть, что природа восстанавливает. Если правильно эти технологии соблюдать, действительно, все будет работать, и это хорошо. Ну, там нужна какая-то обголовка, еще что-то. Там надо делать не вдоль, допакивать. Не вдоль склона, а поперек склона, да, а не вдоль склона пашут. Ну, по логике, да. Естественно, да, течет вниз. Ну, вот, собственно, эта инспекция, да, гидроузла, она следит за ними, пытается какие-то рекомендации давать. Они то прислушиваются, то не прислушиваются к этому. Но, вот, слава богу, последние 5-6 лет с Исконой проблем не было. Вот с Протлой у нас были проблемы, да. Но это другой бассейн, другая, как бы, история. А вот Искона, ну, как-то держится, слава богу. Хотя первую работу здесь существует. И это, естественно, такая головная боль наша. Мы за этим, естественно, стараемся следить, смотреть, какой-то общественный надзор, контроль осуществлять. За этим тоже, в общем, за ними нужен глаз до глаз, получается. Ну, как, в общем-то, за любым производством. Да. В общем, в условиях капиталистического производства будет всячески стараться минимизировать затраты. Максимизировать прибыль, понятно. Ну, да, да. Максим, а тут вообще с рыбалкой как на Исконе? Есть рыбалка? Да, очень рыбаков много. В том числе и на Исконе, и на Москве-Рехе. То есть, вода достаточно чистая, чтобы вот здесь этот биоциноз речной жил и просветал. А вообще, что здесь ловится, не знаете? Ну, я не совсем рыбак, поэтому... Ну, знаешь, что щука ловится. Ну, щука – это уже, значит, хорошая вода. Потому что у меня просто такой вот слоган, он в ушах навяз. Вот рыбалка на Исконе. Вот так вот рекламный такой вот звучит. У нас-то щука была в Звенигороде, в Москве-Рехе, но сейчас уже нет. А у вас, значит, тут еще хорошо. Ну, я недавно слушаю, что знакомые щуку поймали. Здорово. Просто если есть щука, значит, есть для нее и корм. Ну, да, да, то есть, именно вот это вот весь биоциноз жив. Потому что мелочь-то она быстро плодится. Да, красота здесь, конечно. Двигаемся от Можайска в сторону Рузы. Дорога проходит аккуратно посередине особо охраняемой природной территории долины Москвы-Реки. Вот сама дорога исключена из территории заказника. А все, что мы видим вокруг – это непосредственно заказник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мост через один из важнейших, крупнейших притоков верхней Москвы-реки – реку Рузо. Не могли не остановиться потрясающие ландшафты, типичные валунные берега. Буквально в нескольких километрах отсюда устье Рузы, впадение ее в Москву-реку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Мы сидим на берегу одного из крупнейших притоков Москвы-реки – реки Рузы. Очень красивая река, солидный такой приток, наверное, в Верховье, в самой крупной Где-то 147-150 километров длиной и целых 2000 квадратных километров бассейн На Рузе находятся два водохранилища, русское и верхнерусское, которые входят в Азузскую водную систему Система, снабжающая питьевой водой Москву, в частности, но и другие города в Подмосковье Но вообще сама Руза очень красивая и привлекательная река, на ней много исторических поселений И, в частности, мы сейчас находимся в поселке, в селе Устье Ну, естественно, это впадение Рузы в Москву-реку И уже мы были в поселках с названием Устье По месту впадения называется село Рядом, недалеко отсюда, находится деревня Старая Руза И поселок Старая Руза По преданиям, находившийся там древнерусский город был уничтожен во время татар-монгольского нашествия Точно это не установлено, но, во всяком случае, в XI-XII веках там действительно находился древнерусский город А после его или уничтожения, или упадка, уже город Руза был построен намного выше по течению Ну, современная Руза, центр русского района Вот, тем не менее, вот эти вот два поселка Старая Руза Они, как бы, хранят память вот об историческом этом каком-то древнем-древнем поселении А вот и интересный представитель фауны Речной рак, хороший знак Вода чистая Даже не думала, что здесь, совсем недалеко от поселка, могут обитать эти десятиногие Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, ребенок не удержался по лесу в холодную воду Рак пойман, жив и здоров Живой, только что-то не двигается Ну ладно, а что, он замерз, он думает, сейчас ты его выбросишь, как будто мертвый Ну так я и сделаю Ну так я и сделаю Не, ну суповый рачащий, блин У него лапка обломана, ему тут плохо приходится Она вырастет еще Ага, у них же регенерация Посчитай, сколько лапок-то все-таки Переверни пока и посчитай Ну вот Шесть Ага Шесть Нет Вот по четыре больших и пятая с клешней Так, значит это рак Найден он Ну-ка, топот А я же одной ноги закалила Субтитры сделал DimaTorzok Мы остановились у моста через Москву На трассе М-108, большое московское кольцо Тут, собственно, не один мост, а целых два По одному на каждое направление движения Чем этот мост интересен? Он связывает два населенных пункта с одним названием Старая Руза Одна деревня Старая Руза, другой поселок Старая Руза Деревня Старая Руза находится у впадения в Москварику Малюсенькой речки Вертошенки Хочется надеяться, что эти трубы, лежащие на берегу Заготовлены не для того, чтобы упрятать вертошенку под землю Сейчас это совершенно живая, хотя и очень маленькая речка В десятках метров от устья плавают мальки каких-то речных рыб И данный приток никак не загрязняет дальше Москву-реку Единственный минус заросля борщевика по берегам Крошечный ручеек и на мысу при впадении его в Москварику Находилось древнее городище, носившее имя Руза На высоком холме мы можем видеть городское кладбище Которое находится на месте этого старого небольшого городища Всего километра в периметре После разорения Тахтамышем Руза не возродилась на этом месте А была перенесена на 8 километров выше по течению реки Руза А здесь остался маленький поселок с названием Старая Руза При впадении вертошенки Москварика расширяется Разливается, образуя небольшие острова посередине Все это прекрасно, живописно Если бы не борщевик, которым заросли берега у впадения вертошенки То вообще была бы такая полная идиллия К сожалению, проблема борщевика здесь, как и во многих местах Московской области Просто бьет по глазам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова реки, очередной меандр, очередное древнее село, очередные храмы на одном берегу, на другом, на одном Михайловское, на другом Троицкое. И еще характерно линия обороны. В Локотне проходила линия обороны, линия обороны 1941 года проходила через Михайловское, через Троицкое. После Михайловского возвращаемся в Звенигород. Проезжаем еще одну деревню с названием Устье. На этот раз это Устье реки Дубешни. Но сюда сегодня не заезжаем. Отдельный рассказ об этом во второй части фильма, поскольку здесь мы были на этапе автопробега Коринская Москва.